Всем привет друзья! Отечественное сельхозмашиностроение имеет богатую историю и среди множества выпускаемых моделей есть тракторы, которые оставили значимый след в тракторостроении, а также теплые воспоминания у фермеров. Одной из таких моделей является гусеничный трактор Т-38, разработанный на Липецком тракторном заводе в 1958 году, где после успешных испытаний началось его серийное производство. Трактор предназначался для работы с трех и четырехкорпусными плугами и другими прицепными сельскохозяйственными машинами для обработки почвы, посева, а также междурядной обработки пропашенных культур. Кроме того, трактор положительно зарекомендовал себя на уборке сахарной свеклы при работе со свеклоуборочными комбайнами, которые требуют значительных тяговых усилий. Но если у вас есть любая спецтехника, вы ее можете разместить на сайте Перевозка24 и получать заказы. Также можете найти здесь любую технику под любые задачи. Где найти грузы и заказы для спецтехники? Разместите объявление в приложении Перевозка24. Принимайте входящие звонки от клиентов, а также ищите подходящие заказы и грузы в базе приложения. Ежемесячно в сервис добавляется до 20 тысяч новых заказов на перевозку грузов и аренду спецтехники. Получайте уведомления о новых заказах прямо на мобильный телефон. Пользуйтесь удобным сервисом и находите новых клиентов без посредников. По окончании Великой Отечественной войны требовалось срочно пополнить парк пропашных тракторов, использовавшихся в сельском хозяйстве. В короткие сроки на производство поставлена модель КД-35, но спешка не помощник. При разработках допущены были ощутимые просчеты. Даже модернизации, где появилась модификация КД-35 не помогли исправить положение. Осознавая недостатки выпускаемой техники, специалисты Липецкого завода спроектировали гусеничный трактор Т-38. В основе лежали решения, использованные на модели КД-35. Это уже качественно иная техника. Трактор не лишен недостатков, основным из которых был недостаточно мощный силовой агрегат. Модель Т-38 создавалась как замена для трактора КД-35, который производился с 1950 по 1958 год. При разработке Т-38 были учтены все недостатки предыдущей модели. В частности, были улучшены характеристики ходовой части. Прочность была значительно повышена благодаря использованию роликовых подшипников. Резинометаллические торцевые уплотнения в катках и направляющих колесах обеспечили надежную герметизацию. Централизованная система смазки катков из общего масляного резервуара сократила время обслуживания ходовой части в 3-4 раза. Кроме того, на тракторе была установлена торсионная подвеска, которая улучшила плавность хода, особенно при работе поперек рядков. А изменение расположения нижних корпусов конечных передач сменило центр тяжести трактора, что повысило его устойчивость при работе с навесными орудиями по сравнению с КДП-35. Трактор, относящийся ко второму тяговому классу, был оснащен дизельным четырехцилиндровым двигателем Д-40, который развивал мощность в 40 лошадиных сил. В нем также имелась раздельная агрегатная гидравлическая система с насосом НШЭД-32Д, распределителем Р-75В3 и выносными цилиндрами. Кроме того, трактор был оборудован навесным устройством, что позволяло использовать его с прицепными и навесными сельскохозяйственными машинами. Для привода рабочих органов трактор оснащался валом отбора мощности с постоянным числом оборотов. Среди других преимуществ этой модели стоит отметить широкую колею, двойные конечные передачи с дополнительными редукторами, которые увеличивали дорожный просвет до 610 мм, а также небольшую ширину гусениц, улучшавшую проходимость в междурятиях. Применение муфт и тормозов поворота обеспечивало необходимую маневренность. Модель была оснащена торсионной подвеской полужесткого типа с балансирной связью тележек. Для увеличения срока службы ходовой части использовалась гусеница с лабиринтным уплотнением и контактным зацеплением со звездочкой. Опорные катки и направляющие колеса были установлены на роликовых конических подшипниках с торцевыми металлическими уплотнениями и централизованной смазкой. Механическая трансмиссия трактора имела 5 передних передач и одну заднюю. С такой трансмиссией трактор мог развивать скорость до 9 км в час при движении вперед и до 3 км в час назад. Помимо стандартных 200-мм гусениц, трактор также комплектовался гусеницами шириной 280 мм для работы на рыхлом грунте. Производство тракторов Т-38 на Липецком тракторном заводе продолжалось до 1961 года. За это время было выпущено более 26 тысяч таких тракторов. В 1962 году на конвейер была поставлена модернизированная модель Т-38М. Она получила более мощный двигатель и некоторые другие усовершенствования. В ходе модернизации мощность двигателя увеличилась с 40 до 50 лошадиных сил. Это стало возможно благодаря повышению числа оборотов коленчатого вала. Новый двигатель получил название Т-48Л и производился на Рыбинском моторном заводе в Ярославской области. Модель получила увеличенный дорожный просвет 640 мм, что на 30 мм больше, чем у базовой модели. Это позволяет эффективно использовать трактор в условиях узких междурядей при работе широкозахватными навесными и прицепными машинами, а также с трехрядными свеклоуборочными комбайнами. Проведенная модернизация также позволила повысить скорость движения. Так, трактор Т-38М имел диапазон скоростей от 4 до 10 километров при движении вперед, а при движении назад скорость составила 4 км в час. Для электрификации, внешнего освещения, звукового сигнала, а также штепсельные розетки на тракторе установлен генератором. Трактор Т-38М благодаря своим характеристикам использовался не только в сельском хозяйстве, но и в качестве транспортного средства для обслуживания дрейфующей станции Северный полюс-13. Эти тракторы выпускались не только на Липецком, но и на Владимирском тракторном заводе. С 1961 по 1973 год было произведено около 103 тысяч единиц модели Т-38М. Они использовались для различных сельскохозяйственных работ, включая возделывание технических культур в районах с орошаемым земледелием. В таких условиях особенно важны высокие сцепные качества и хорошая проходимость. Сегодня легендарный трактор Т-38 стал частью истории, но он продолжает напоминать о своем величии с постсаментов, которые можно увидеть не только в России, но и в других странах СНГ. Поскольку выпуск машины давно прекращен, то проблемы с обслуживанием и запасными частями делают эксплуатацию нецелесообразной, не найти в сети отзывы о работе некогда распространенной техники, ведь использовавшие механизаторы уже давно на пенсии, как и сам трактор Т-38. Но память о ветеране отечественного машиностроения еще жива. А на этом всем, спасибо за просмотр, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Обязательно комментируйте и делитесь в соцсетях с друзьями. Всем пока!